РАДИО СВОБОДА Мы с Гарри Каспаровым говорили, а что, если играть с тобой будут путём голосования миллионов? Он говорит, это элементарно выиграет, потому что среди тех миллионов мастеров окажется тут меньшинство, а остальные будут средники, и ходы у них будут очень посредственные. Егор Владимирович, ещё вопросы? Как-то мы не раз обсуждаем проблему того, что отказался возглавлять правительство. Ты объяснял это тем, что для тебя самое главное – это сохранение чувства личной свободы. Ну, это тоже. Да, и это тебя, в общем-то сказать, сдерживало, ну, и оставляло отказаться. Ну, наверное, мы теперь после перерыва продолжим этот разговор, поскольку наше время... Ну, если коротко, то можно полминутки у вас есть. Ну, полминутки, я повторяю, что это действительно так, что я ценю свою личную свободу. Я прекрасно знаю, что чем более обременительные у тебя функциональные обязанности, будь то в администрации или во власти, тем меньше у тебя этой свободы. С одной стороны, я никогда не был истоков власти и во власти. Это первое и основное. Потому что депутатство на съезде народных депутатов – это ещё не власть. Или, во всяком случае, очень малая её часть, и тогда ещё далеко не самая сильная, а сейчас ещё более слабая. Ну, вот. И, во-вторых, тем не менее, я считаю себя причастным к тому, что происходило в стране. Я активно участвовал в том, что происходило в стране в 89-м, 90-м, 91-м году. А дальше события уже шли без моего участия. Я работал на узком фронте русско-французских отношений. И, по-моему, ничего получилось. Поговорим с друзьями о России. Гость передачи – академик Юрий Рыжов. Эфир 5 января 2004 года. Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Вероника Баде. В эфире Радио Свобода программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев. И сегодня у него в гостях академик Юрий Рыжов. Здравствуйте, Егор Владимирович. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Вероника. А сейчас коротко о нашем сегодняшнем госте. Итак, Рыжов Юрий Алексеевич. Родился 28 октября 1930 года в Москве. Академик Российской академии наук. Специалист в области аэродинамики больших скоростей. С 1986 по 1992 год – ректор Московского авиационного института. В 1989-1991 годах народный депутат, член Президиума Верховного Совета СССР. Один из организаторов межрегиональной депутатской группы съезда народных депутатов СССР. С 1992 по 1999 год – чрезвычайный и полномочный посол России во Франции. Ныне президент Международного инженерного университета, член Попечительского совета фонда Индем, председатель Российского Пугорского комитета международного движения ученых за обеспечение безопасности человечества, кавалер французского ордена Почетного легиона, женат отец двоих дочерей. Вот такова вкратце биография нашего сегодняшнего гостя Юрия Рыжова. А сейчас я передаю микрофон автору программы Егору Яковлеву. Еще раз добрый день, Юрий Васильевич. Удалось нам с тобой снова повидаться. Спасибо, что нашел время прийти. Не самый плохой повод. Не самый плохой повод. Юра, вот недавно мы отметили 100-летие со дня рождения Аркадия Гайдара. Писатель, партизан, военный человек. Дружба солдат и командиров, близость, демократизм в рядах Красной Армии. Все были его темы и под его пером. А сегодня мы практически один слышим о том, что офицеры бьют солдат, солдаты бьют офицеров. Однополчане расстреливают однополчан. Что случилось? Сломалась пружина какая-то в армии. И можно ли по этим достаточно многочисленным фактам делать сегодня выводы о состоянии армии? Ну, тогда, когда делал свою военную карьеру юный Гайдар, состояние армии, я не думаю, что было таким уж прекрасным. Более того, Гайдар мифологизировал историю армии, после революционной советской Красной Армии в большой степени. И поэтому можно с помощью сегодняшних подчиненных средств массовой информации спокойно мифологизировать и состояние сегодняшней армии. Хотя кое-что прорывается. И ты прекрасно знаешь, что то кто-то замерз, то что-то утонуло, то вот то, о чем ты сказал. Практически мало что сломалось, потому что избыточная милитаризация нашей жизни за последние многие десятилетия, она не могла не привести к таким результатам. Когда мы держали пятимиллионную армию в мирное время, которая, во-первых, все равно очень плохо обеспечивалась материально, так сказать, социально, и, во-вторых, она была практически бездейственна. А такой застой, он приводит всегда к моральному, а иногда и физическому распаду. В дальних гардизонах, это офицерские пьянки и так далее. Поэтому просто это сейчас обнажилось все. Опять же, вследствие некоторой либерализации жизни. Ну, я не могу... Бывшие, наступившие в 90-х годах, и которые, может, скоро закончатся, мы будем знать, что в армии все благополучно. Ну, я думаю, что было согласиться, потому что я вижу, с каким трудом любые нарушения, которые скрываются в армии, выходят наружу, и сколько требуется сил от общественности, от тех же комитет солдатских матерей, чтобы это стало достоянием суда, решением военного суда, прокуратуры и так далее. Мы с собой были свидетелями, сколько времени потребовалось, чтобы осудить этого насильника. То он был сумасшедшим, то он был нормальный, так далее, сумасшедший. Я не вижу со стороны государства жёсткой борьбы за нормальную дисциплину борьбы. Ты абсолютно прав. Но, с другой стороны, до всего этого, в последние десятилетия советской власти, ты просто не мог знать, что там происходит. А сейчас ты всё-таки кое-что знаешь, и имеешь право, тот же комитет солдатских матерей имеет возможность хоть как-то высказать свою позицию. А если бы мы ничего не знали, как это было в 70-х, 80-х годах, то не о чём было бы и говорить. А что происходило в армии тогда? Я думаю, что когда-нибудь мы чуть-чуть побольше узнаем об этом. Хотя уже и сейчас появляются воспоминания. Я не думаю, что проблема дедовщины была бы для меня так уж нова 5 лет назад. Нет, конечно, не нова. Гораздо больше лет. Криминализация в армии началась тогда, уже сразу, когда разрешили призыв людей, имеющих судимость и уголовников. И они быстро навели в казармах то, что бывает в лагерных казармах, а не в военных. Навели свой порядок. Ну, а следом, бороться с этим очень трудно. Младшие офицеры иногда боялись показываться в казармах, потому что там властвовали свои паханы. Ну, а это тоже есть дедовщина. В самой жесткой форме. Ну, если говорить о личных ощущениях, то это конец войны. И на наш двор уезжают машины, груженные, ворованные мебелью из Германии. Я очень помню многих, так сказать, генералов, которые, в общем, преуспели в этой работе. И я не знаю ни одного генерала, который за это понес хоть какую-нибудь ответственность. Некоторые понесли, но сейчас демокративную, понимаешь, избирательную. Наверное. Я, в руку, начал с темы такого, в общем, несоответствия. У меня складывается, что у нас есть сегодня не только с армией, но у нас есть два неприкосновенных министра. Министр обороны, министр, но у них не видел. Самолёт врезается в публику на Тушино. Иванов говорит, что это обычное русское разгильдяйство. Подожди, где в Тушино врезается в публику самолёт? По-моему, это на военном параде, на Украине было такое. Ну, это школа-то советской езды. Но это совершенно другое дело. Я думаю, что... Убийцы с каждым днём делают всё больше и больше. Ну, я-то скажу, что не вечный у нас министр, но это не дел оказался. Он теперь спикер Нижней Палаты. Так что, видишь, какая-то смехаемость есть, чисто декоративная. Имитация либеральной системы. Ну, я думаю, что всё-таки всё больше и больше идёт разговоров о том, что оба этих министров остаются неприкасаемыми в силу близости и дружбы с президентом, прежде всего Иванов. И мне начало казаться, что в этом есть свой смысл. Для кого? Для кого? Смысл для кого? Причина того, что эти люди оказываются неприкасаемыми и несут ответственность за то, что происходит. Ну, у нас ответственность многих министров, а не только этих двух, достаточно ограничена. То есть, ответственность власти перед народом у нас минимизирована практически на всех уровнях. И это следствие того, что, как ты прекрасно помнишь, я пытался пробивать ещё в конце 80-х годов природоводие концепции национальной безопасности СССР. Ну, я не буду эту тему развивать, потому что она много раз описана и сказанных... Ну, тем не менее, после Будённовска Степашин посчитал, что для себя нужно подать в отставку. Что сказать о других министрах сегодня нам не приходится говорить об этом. Ну, что ж, каждый выбирает свою дорогу. Сергей Степашин поступил так порядочно и хотел действительно, чтобы были найдены виновные всё это дело. и покарали, чтобы их... Ну, не получается, потому что наши спецслужбы имеют, во-первых, очень странные тенденции. Значит, искать под фонарём, то есть найти лучше учёного-шпиона, чем террориста. Понимаешь? Террориста и труднее, и опаснее. А учёного обвинить в шпионаже и этим самым заслужить, так сказать, обосновать своё существование гораздо проще и комфортнее. Ну, я, честно говоря, думал, что для них специально сжигают фонарь. Может быть, но это уже вопрос технологии, а мы говорим о принципе. Напомним, что в прямом эфире Радио Свобода программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев, и сегодня у него в гостях академик Юрий Рыжов. Прошу вас, Егор Владимирович. Мы прожили... Повторяю вопрос, мы прожили последние годы, наверное, лет 10, освободившись от измов. Марксизм, ленинизм, сталинизм. И вдруг снова газеты пестрят измами. В последних номерах большая статья о том, что чем нам угрожает путинизм, само понятие путинизм. Как ты что-то вкладываешь в это вновь испечённый изм? Во-первых, поскольку не я родил этот термин, то и вкладывать мне туда нечего, так? А потом избавиться от измов, это ещё не избавиться от страха, ведь возвращается страх. Понимаешь? Когда возвращается страх, а поводов для его возвращения становится всё больше и больше, тогда могут возродиться измы с любыми своими, как известно, неприятными, мягко говоря, последствиями. Вы знаете, нам на пейджер пришло сообщение по теме беседы, по поводу того, о чём мы беседовали недавно. Егору Яковлеву пишет Владимир Николаевич из Москвы, пишет следующее. Бардак в армии по причине исчезновения понятия «моя родина». Как бы вы это откомментировали? Егор или я? Егор Владимирович, вам адресовано. Я готов тоже, но после Егора. Дело в том, что, к сожалению, когда главным для власти становится её удержание, а не наоборот, когда власть должна обеспечивать безопасность, права личности, общество и так далее, то есть, повторяю, когда власть существует для власти, то становится очень рабочим и применительным к нашей ситуации, да и не только к нашей. Фраза Фриде Хадюрер Мата который очень точно сказал, что государство называют родиной, когда за него надо проливать кровь. Я знаю это высказывание, с тобой не больше согласен. Пару недель назад также против меня сидел Михаил Сергеевич Горбачёв, и мы с ним, так сказать, ненадушно пришли к выводу к тому, что существующая ныне избирательная система себя не оправдывает в силу очень многих сбоев, которые у нас происходят, особенно в последнее время. И, в общем, всё больше и больше, если читать газеты, которые сейчас активно вошли в избирательную кампанию, они доказывают, что в стране существуют две власти. Власть денег и власть президент. Других властей не существует. Куда может уйти страна, когда есть у меня только на этих двух ходулях? Каков путь дальше развития страны? Я читал эту мою статью относительно власти армии с вооружённых сил. Я говорю, что непосредственная угроза распада страны, России, я думаю, сейчас нет. Но угроза распада государственной структуры существует и весьма великая, хотя некоторым кажется, что вертикаль власти, она и позволит удержать страну в порядке или в элементарном порядке. Тут большое заблуждение. Вот эта вертикаль власти является практически имитацией либерализма. Имитацией. У нас слишком много имитаций. Имитация парламентской демократии, имитация независимости суда и много других имитаций. Вот на имитациях сообщество более-менее цивилизованное существовать не может. мы вместе были среди участников создания межрегиональной группы в равной степени и я помню ту незабываемую встречу в Доме кино, когда первый раз все вместе сошлись там. Это оказалось невероятным, что появляется оппозиционное направление. мы могли мы 10 лет назад примерно 10 представить себе, что так скоро все места в Думе, все комитеты будут отданы одной партии Единой России, которые получили богословение от президента. Да, конечно, трудно было тогда предположить, но с другой стороны, уже тогда же я выступал как председатель комиссии Верховного Совета СССР по разработке концепции национальной безопасности и говорил, что нам в первую очередь нужно обеспечить следующую иерархию безопасности, безопасности права личности, потом общество и потом государство при условии, что оно обязано служить людям и обеспечить две этих первых безопасности. Это была первая, так сказать, парадигма, которая ставила все с головы на ноги, потому что в предыдущие столетия эта парадигма была иная. Живет государство, значит, и оно, значит, является главным. Напомним, что в прямом эфире радио Свобода программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и сегодня у него в гостях академик Юрий Рыжов. Вы знаете, пришел вопрос на педжер Юрию Рыжову, вопрос такой, Надежда Ивановна его задает, не написано откуда. Когда вас отправили во Францию дипломатом, это было изгнание из-за демократических взглядов или была необходимость смены дипломатов во Франции? Я думаю, что никакое это было не изгнание. Просто я в очередной раз не захотел совершенно объективно и по весовым обстоятельствам встать во главе правительства России. Но для новой России надо было что-то делать, тем более, что действительно там не было дипломата, которого отозвали, Горбачев еще отозвал. Спасибо. Я должен перемешаться, потому что в связи с этим я выполнял непосредственно поручение Бориса Николаевича Ельцина, который просил меня уговорить Юрия Алексеевича дать согласие занять место Черномырдина. Неместо Черномырдина. Это было сразу после путча, Егор? Это было после того, как место Силаева, практически. Мы провели ночь. Я ничего не добился, кроме отказа. Утром я об этом сказал Ельцин, сказал, что я перевел на Рыжову целую бутылку виски. Борис Николаевич Мальчик сказал, надо было водкой поить. Тогда Бог говорил. Скажи, а почему все-таки вот так жестко и совершенно нетерпимо ты относился к этой мысли, чтобы возглавить правительство? Причем это не только в разговоре со мной. Я знаю, что еще два или три раза к тебе обращался Ельцин по этому вопросу? В сумме четыре раза. Два. До 1992 года и два в 1992. Почему вы звоните такой? Ну, потому что совершенно объективно, я сказал, по весом обстоятельствам отказываться, потому что это абсолютно несвойственная мне работа, абсолютно. Во-вторых, я считал тогда, хотя сейчас немножко сомневаюсь, что главным вопросом был вопрос экономики, полностью разрушенной экономики, в которой я ничего не понимаю. Вот за 52 года совместной жизни с женой, ты прекрасно знаешь, я отдавал зарплату и все финансовые заботы у меня кончались. Ну, прости меня, я не думаю, что ты был готов к тому, чтобы быть дипломатом в Париже? Ну, как тебе сказать, я всегда интересовался внешней политикой, так, и как ты ее отслеживал, тем более, что я считал, что в этот период как раз можно начать выстраивать реальную внешнюю политику, и для этого лучше всего подойдет дилетант, неангажированный в своем прошлом в этой политике. И ты знаешь, как это ни странно, вот мало что оправдывалось из моих предположений, но получилось, как все говорят до сих пор, получилось неплохо, то есть, вот сегодняшнее состояние отношений с Францией у нас, такое, которое существует, оно было выстроено после окончания Холодной войны в мое присутствие с помощью профессиональных дипломатов. Еще один вопрос Юрию Рыжову есть на нашем пейджере, Татьяна спрашивает, скажите, пожалуйста, за кого вы голосовали на думских выборах? Какова ваша оценка сегодняшних демократических сил? Оценка сегодняшних демократических сил поплачевная, абсолютно. Голосовал я за Яблоко, понимая, что это дело безнадежно, но думал, ну, может, наскребем 5%, чтобы какой-то голос остался. Но власть не допустила этого, потому что известно, что на грани 5% были СПС и Яблоко, и очень легко было, не нарушая существенным образом, так сказать, прав граждан, спустить их ниже 5%. Это именно так делается. В последнее время характерно тем, что слово рейтинг занимает все больше и больше места во всех наших спорах, доказательствах, размышлениях. У меня большое сомнение от того, что рейтинг так высоко поднимают, потому что, конечно, для меня рейтинг это не более, чем мнение толпы. В конце концов, добиться рейтинга в 1937 году по изуверским процессам, тоже не представляла такой большой сложности. Что ты думаешь по поводу этого, того, что рейтинг сегодня определяет и комментаторов на телевидении, и политиков, и остальных? Что ты думаешь? Я понял твой вопрос. Я думаю, что вот в твоей же передаче с Юрием Александровичем Левадой, он на большую часть этого вопроса уже ответил, что рейтинг это понятие относительное, понятие относительное, это во-первых, и во-вторых, еще когда-то мы с Гарри Каспаровым говорили, а что если играть с тобой будут путем голосования миллионов, он говорит, это элементарно выигрывает, потому что среди тех миллионов мастеров окажется тут меньшинство, а остальные будут средники, их ходы у них будут очень посредственны. Егор Владимирович, еще вопросы? Как-то мы не раз обсуждаем проблему того, что отказался возглавлять правительство, ты объяснял это тем, что для тебя самое главное это сохранение чувства личной свободы. Ну, это тоже. Да, и это тебя, в общем, так сказать, сдерживало, ну, и вставляло отказаться. Ну, наверное, мы теперь после перерыва продолжим этот разговор, поскольку наше время... Ну, если коротко, то можно полминутки у вас есть. Ну, полминутки, я повторяю, что это действительно так, что я ценю свою личную свободу, и я прекрасно знаю, что чем более обременительные у тебя функциональные обязанности, будь то в администрации или во власти, тем меньше у тебя этой свободы. Ну, ты видишь какую-то надежду на свободу, когда страна развивается, в общем, в одну сторону абсолютизма, в другую сторону бюрократии. Согласен, давайте обсудим после перерыва. В эфире Радио Свобода вы слушаете программу «Поговорим с друзьями России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев, и сегодня у него в гостях академик Юрий Рыжов. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, Вконтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поговорим с друзьями о России. Гость передачи академик Юрий Рыжов. А где источник страха на сегодня? Понимаете, потому, что, сколько ни занимаясь силовыми структурами КГБ, их много раз расформировали, они рождались и продолжали делать то же самое. Откуда сегодня так велик страх о том, что может вернуться в 37-й год, вот о чем говорит Ира, ну, и прочие сопутствующие этому неприятности. Скажем так. Далек от такого, значит, полного алармизма, что может вернуться в 37-й год. По многим причинам это тоже можно развивать. И коммуникативная система, совершенно другая, открытые границы, практически незакрытые границы и все остальное. И, в принципе, возврат к сталинизму невозможен. К брежневизму может быть вполне. В России вот сейчас с ее обсталостью научно-технологической, усталостью от криминального бибрократического беспредела возвращается страх с одной стороны перед этим беспределом и с другой стороны перед властью, которая иногда демонстрирует жесткость пока избирательная к отдельным гражданам. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Москва. Во-первых, большое спасибо Радио Свободы за то, что вы пригласили Юрия Алексеевича. Юрий Алексеевич, у меня к вам такой вопрос, вот в связи с тем, что уже говорили о комитете 2008. Меня лично очень смущает то, что основное ядро этого комитета это представители СМИ, которые сыграли свою не очень боговедную роль в 96-м году, когда была просто попытка манипулировать избирателем по принципу выбора меньшего зла, и раскаяния в этом в общем-то не было. И еще меня очень смущает то, что руководит комитетом человек, ну, большой приверженец истории по Анатолию Фоменко. А сегодня же делается тоже современная история. И вот меня интересует ваша точка зрения, насколько этот комитет может отражать реальные либеральные устремления современного гражданского общества. Или у нас этим совершенно беспроглядно все и никаких надежд. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Я еще раз повторяю, сегодня уже был вопрос по комитету 208. Я, так сказать, больших надежд не возлагаю. Я, кстати, не помню, кто там в главе комитета, почему это связывает с Фоменко. Это как-то мне вообще очень странно. Но могу вам сказать, что будут идти иногда судорожные на их различные попытки найти выход из того положения, которое сложилось после 7 декабря. Я повторяю, что они имеют право на существование эти попытки. Но, тем не менее, мое мнение, что нужно остановиться, оглянуться и подумать, взвесить все. Теперь относительно гражданского общества. У нас его нет. Не было естественно. Нет. Я бы сказал, что возникшие когда-то предпосылки, даже в том же 96-м году, когда вы говорите манипулировали, вот уж когда манипулировали в 2000-м, а теперь в 2004-м, степень манипуляций и результат, как вы видите, совсем иной, даже чем в 96-м. Так вот, как не было, так и нет. И все меньше и меньше надежд, хотя я считал, что на его создание нужны многие годы, даже десятилетия, но надежд становится пока меньше. Вектор не в том направлении направлен. «Поговорим с друзьями о России». Гость передачи академик Юрий Рыжов. Эфир 25 января 2004 года. Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Поговорим с друзьями о России». У микрофона в Москве Вероника Баде, в московской студии автор ведущей программы Егор Яковлев и его гость академик Юрий Рыжов, в прошлом ректор МАИ, чрезвычайный полномочный посол России во Франции, один из организаторов межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР, ныне член попечительского совета фонда Индем, председатель Российского Погорского комитета Международного движения ученых за обеспечение безопасности человечества. А сейчас слово автору ведущему программы Егору Яковлеву. Мы остановились на вопросе, который ты захотел изложить после перерыва. Значит, он состоял в чем? Это последний вопрос. По-моему, Вероника должна нам напомнить, потому что я заслушался с последних известий. Давайте вспомним его немножко погодя и перейдем к следующему. Вы знаете, я пока могу вам сказать еще один вопрос с Пейджера. Давай. Довольно интересный вопрос, правда анонимный. Не считаете ли вы себя причастными к той ситуации, которая существует? Вы были у истоков власти. Полагаю, что вам, Юрий Алексеевич, адресован этот вопрос. Значит, с одной стороны, я никогда не был у истоков власти и во власти. Это первое, основное. Потому что депутатство на съезде народных депутатов это еще не власть. Или, во всяком случае, очень мало ее части, тогда еще далеко не самые сильные, а сейчас еще более слабые. Ну вот. И, во-вторых, тем не менее, я считаю себя причастным к тому, что происходило в стране. Я активно участвовал в том, что происходило в стране в 89-м, 90-м, 91-м году. А дальше события уже шли без моего участия. Я работал на узком фронте русско-французских отношений. И, по-моему, ничего получилось. У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, представьтесь, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Анна Владимировна, я из Москвы. Я хочу обратиться к Юрию Алексеевичу. Юрий Алексеевич, я вообще восхищена вами, всегда была, начиная еще с межрегиональной группы. Я врач, к политике не имею никакого отношения, я всегда приветствую вашу работу, и вы лично были мне всегда очень симпатичны. Теперь я хочу сказать, я даже удивляюсь, что вас пригласил господин Юрий Ряковлев к себе, потому что я думаю, что на каждой его передаче будет присутствовать его любимый Горбачев, который заболтал страну тогда и продолжал заболтывать ее на последнем... Анна Владимировна, давайте так, вопрос ко мне есть, или мы будем обсуждать третьих лиц? Хорошо, Юрий Алексеевич, я вам очень благодарен за добрые слова, естественно, я понимаю, что у меня огромный комплимент. Юрий Алексеевич, как вы считаете вообще, стоит ли их в команде выдвигаться или не стоит? Ну, знаете что, я уже сегодня сказал, что у нас идет имитация демократических процедур, и поэтому для меня этот вопрос вообще не существует, понимаете, не существует, потому что это ничего не изменит. В Корее тут вот сейчас обсуждаются острые вопросы, бойкот или против всех. Я слабо разбираюсь в сегодняшних политтехнологиях, тем более технологии, которые обеспечиваются ведомством Вишнякова, поэтому мне даже трудно ответить вот на эту дилемму, а тем более на вопрос, что делать Ириха Камада. Я к ней очень хорошо всегда относился, это умный, грамотный человек, вот все, что я могу сказать. Еще один у нас слушатель на линии, здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Юрий Алексеевич, это Владимир Яковлевич из Москвы. Здравствуйте, Владимир Яковлевич. Вы были долгое время ректором МАИ, вы один из крупнейших ученых в области аэродинамики. Скажите, как вам видится сейчас развитие отечественной авиации и ракетной техники в наше трудное время? Владимир Яковлевич, спасибо вам за вопрос, он, конечно, очень объемный, я уже кое-что описал, наверное, в некоторых статьях, я вижу ее отнюдь нерадужной, эту перспективу. Дело в том, что, во-первых, в стране, если говорить, скажем, о военной технике ракетной и аэродиционной, не выстроены концепции безопасности, то есть, мы не определились в этом мире, что нам угрожает реально, а что нереально. Отсюда мы не можем определить, какая армия или какие вооруженные силы нам нужны, а если этого мы не знаем, то мы не знаем, какая нам нужна военная техника, так? А пока делаем то, что умеем. И то делаем мало, поскольку, во-первых, а, нет средств до оплаты военной, вооружений со стороны армии, и, б, у нас не востребованы новые технологии, поэтому происходит иногда утечка этих технологий, законно или незаконно, тех немногих, которые у нас еще остаются, а главное, что из этой сферы уходят кадры, потому что им там делать нечего, они не востребованы. Ну вот, примерно вкратце такая оценка, об этом можно было бы говорить целый день, но это тоже диаграмма, Катя Кривидович. Значит, я возвращаюсь к тому вопросу, который мы прервали перед... Речь идет о том, что действительно, личная свобода представляет огромную ценность для каждого из нас. Но можно рассчитывать на личную свободу, когда страна развивается, несомненно, в сторону абсолютизма и в сторону развития бюрократии. Насколько можно надеяться на личную свободу? Ну, во-первых, так. Я вспоминаю, как диссиденты, скажем, 70-х годов, говорили, не бойся, не надейся и не прости. То есть, если ты можешь дистанцироваться, насколько возможно, и от власти, и от бюрократии, как-то устроить свою жизнь вне их, то это уже свобода. Во-вторых, сегодня такая позиция гораздо менее опасна, слава Богу, пока еще, чем она была в 70-х годах, в брежневские времена. Вот этим я определяю возможность реализации свободы. Свобода внутри себя. Если у тебя есть пенсия, которая позволяет тебе нормально, более-менее, многоуще существовать. У нас есть звонок, причем звонок из Германии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые господа. Весьма уважаемые господа, я говорю без кавычек, не считаете ли вы, что страна, в которой 25% населения голосует за Жириновского и коммунистов, не имеет права жить лучше? Меня зовут Игорь Михайлович, я звоню из Германии, город Фрайбург. Игорь Михайлович, ваша постановка в общем-то совершенно прозрачна и понятна. И поверяю вас, что действительно ситуация с настроением населения, она во многом, так сказать, определяет то, что у нас происходит. Не только какие-то конкретные носители зла ввергают нас в ту ситуацию, в которой мы сейчас все глубже и глубже в пике входим, но и те 70%, которые поддерживают все, что происходит, а наиболее радикальная их часть, вы ее назвали, тоже составляет весьма весомую цифру, поэтому ждать многого и нельзя. И поэтому как-то один из журналистов сказал, что может быть все дело не в качестве власти, а в качестве населения. Не хотелось бы так думать, но вот ваш вопрос заставляет меня почти согласиться. Спасибо вам, Игорь Михайлович. Есть вопрос на пейджер еще. Юрий Алексеевич, как вы относитесь к созданию комитета 2008? Очевидно, имеется ввиду комитет 2008, свобода выбора. Елена Николаевна из Москвы задает этот вопрос. Значит, я читал манифест, или как-то оно называется, 2008, там много очень правильных слов. К сожалению, инициаторы этого комитета сильно запоздали, сильно запоздали. Это надо было сделать два года назад. А сегодня, значит, как говорится, несколько после драки. Нет, конечно, проблема существует, как самоорганизовываться демократическому движению после прошедших и предстоящих выборов. Но об этом надо спокойно подумать, потому что сейчас уже надо остановиться оглянуться и понять, кто что не доделал, а кто сделал то, что не надо было делать. Юрий Алексеевич, в общем, мы с вами были достаточно хорошо знакомы и сейчас знакомы с Ельцином. Наверное, были первыми, кто связался с ним, с Арканинским, когда начал свой путь. И до сих пор и я, и вы благодарны ему за очень жесткую оценку, что это антикульсионный поступок. Как на ваш взгляд, чем отличается Ельцин от Путина? Я хотел уже избегать оценок третьих лиц сегодня. Я уже одному из позвонивших. Это не третье, а первое. Нет. Но отличие, как вы понимаете, и физическое, и возрастное очень большое. Предыстория разная. А ведь предыстория, возраст и даже физический облик, они накладывают на человека отпечаток. Поэтому это лица очень малосходные. Вот так бы я сказал. Мягко и не углубляясь. А есть еще у нас звонки слушателей. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Алло. Здравствуйте, это вы меня слушаете? Да, да, да. Уважаемые господа, Юрий Алексеевич и Егор... Егор Владимирович. Если я не ошибся. Далее. Вот при всем к вам уважении мне хотелось бы подчеркнуть что-то между вами общее. То, что вы были как бы с уистоков нынешней власти. И в связи с этим, извините, хотелось задать вопрос. Вот, Юрий Алексеевич, будучи специалистом по авиации, вы пошли или вас выдвинули, и вы были как бы деятелем международного масштаба, представляли Россию. так ли должна наша власть поступать, что человек по авиации, он решает международные вопросы. Скажем, был у нас министр Силаев, я в этой же, так сказать, области работал, вот, и мне так кажется, что Силаев ничего доброго для страны не сделал. Простите, как ваше имя отчество? Юрий Иванович. Так, Юрий Иванович, значит, видите, вы сейчас тоже хотите обсуждать разных лиц из нашей истории. Я только хочу сразу вам возразить еще раз, уже второй раз на эту передачу, что я не стоял у истоков власти. Я пребывал в течение там двух с небольшим лет в одной из ветвей, еще не сформировавшейся ветвей представительной власти. Тоже относится и к тому, что вы сказали, деятелем международного масштаба. Я не был деятелем международного масштаба, я поехал послом во Францию, а посол это чиновник, нанятый в лучшем случае народом, в худшем случае властью. Напомню, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире программа «Поговорим с друзьями о России». В московской студии автор-ведущий Егор Яковлев и его гость академик Юрий Рыжов. У каждого из нас есть, наверное, мечта создать жизни то, что тянется многие-многие годы. Насколько я знаю, твоя мечта это дирижабль. Правильно. Ты занимаешься им уже многие... Насколько я тебя знаю, сколько ты им занимаешься. И насколько... Как ты мне говорил недавно, что он вот-вот взлетит. Первый, что тебя так привлекает, дирижабль. Да. И когда он взлетит? В 2004 году. Если не будет форс-мажорных обстоятельств в стране. Ну, естественно. Вот. Но будет обязательно. А почему я привержен? Ты знаешь, что Россия огромна по территории и бездорожна. Правда, бездорожье это не прерогатива России. Азия, Южная Америка, там все что угодно. А транспортные средства, которые не требуют дорог, морских-то в том числе не требуют, и может вертикально взлетать и садиться, и очень дешево в тоннокилометровом измерении, это очень нужное для нашей огромной страны средство транспортировки. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, Вероника, Егор Владимирович и Юрий Алексеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорит Александр Николаевич Москва. А вопрос у меня будет такой. Вот мы сейчас видим после последних выборов о том, что либерализм и вот те демократические лозунги, они ну, провалились в России. Уже совсем другой вектор идет по результатам выбора. Направленность России совсем в другую сторону. И вот вы мне скажите, все-таки эти демократические, так сказать, интенции и настроения, те, которые были вот 10 лет назад у нас и в демократических кругах парламенте, и народ, в общем-то, ответил, поддержал эти настроения. Вот они не прошли только лишь потому, что недостаточно было таких демократов, как Галина Степана Старовойтова или Юшенков, настоящих, будем говорить, демократов, которые занимались именно этим продвижением. Или их не хватило во власти, или у нас народ все-таки, ментальность русского человека, она не соответствует вот этим либерализму западного толка. Спасибо заранее за ответ. Спасибо вам, Александр Николаевич. Я считаю так, вы правильно сказали, что не хватало таких людей, как Галина Васильевна, кстати, Старовойтова, как Юшенков, но я бы не сказал, что это свойство, как вы сказали, русского народа, а вот то, о чем вы говорите, я бы отнес, скорее, к советскому народу. Это сильно деформированное сознание, об этом Солженицын очень точно когда-то написал в круге первым относительно искаженное сознание, он это осознавал уже в те страшные для него годы, поэтому я, согласившись с вами, поменял только слово русский на советский. Я с вами согласен, что дело, конечно, прежде всего в том, что к таким серьезным изменениям и к созданию гражданского общества прежде всего не было готово население страны. Русское, советское, можно называть это как кто захочет, но население не было готово. Я очень хорошо помню, как раз вспомнили острову эту Галию, как мы с ней были в Польше, она объясняла полякам, говорит, вы поймите, поляки, вам намного легче, чем нам. Вам хоть однажды, но наш император даровал парламент, а у нас парламента никогда не было. и нам даже заниматься парламентом, в общем, так сказать, вновь сложно. Конечно, население не было подготовлено. Есть другой момент, который меня больше занимает, я о нем уже как здесь говорил, это момент того, что тогда, когда Игорь годами, когда сейчас порой стараюсь ногой швырнуть шестидесятников, плохо вспомнили Александра Трифоновича, Твардовского и так далее, недорого стоит, потому что именно эти люди наполнили реформистской энергией души людей. сейчас эта реформистская энергия в значительной степени, в очень значительной степени истрачена. Я глубоко уверен в том, что она постепенно идет и возвращается, и рано или поздно мы начнем, так сказать, вновь повторять шаги единства. Меня смущает то, что мы страна не выученных уроков и не всегда делаем выводы из того, чтобы... Я хочу привести еще одно сообщение, пришедшее на наш ПЭДЖОР. Очень горькое такое сообщение. Ирина из Москвы пишет. Я родилась в 37-м году, тут же лишилась родителей, не хочется умирать опять в 37-м году. То есть, я так понимаю, что наша слушательница проводит некую параллель между всеми временами и современностью. Ну, Ира, я должен сказать, что, в общем, вы не сообщаете новости, потому что об этом испуге или ожидании неприятностей. Мне приходится слышать от очень многих людей. И когда Юрий Алексеевич недавно говорил, что во многом зависит страх, от страха зависит очень многое, то мне хочется обратиться к Юрию Алексеевичу, а где источник страха на сегодня? Понимаете, потому что сколько ни занимаясь силовыми структурами КГБ, их много раз расформировали, они рождались и продолжали делать то же самое. Откуда сегодня так велик страх о том, что может вернуться в 1937 год, вот о чем говорит Ира, ну и прочие сопутствующие этому неприятность, скажем так. Я далек от такого полного алармизма, что может вернуться в 1937 год. По многим причинам это тоже можно развивать. И коммуникативная система, совершенно другая, открытые границы, практически незакрытые границы и все остальное. И в принципе возврат к сталинизму невозможен. К брежневизму может быть вполне. В России вот сейчас ее отсталости научно-технологической, усталости от криминального бибрократического беспредела. Возвращается страх с одной стороны перед этим беспределом и с другой стороны перед властью, которая иногда демонстрирует жесткость, пока избирательная, к отдельным гражданам. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Москва. Во-первых, большое спасибо радио Свободы за то, что вы пригласили Юрия Алексеевича, Юрий Алексеевич, у меня к вам такой вопрос, вот в связи с тем, что уже говорили о комитете 2008. Меня лично очень смущает то, что основное ядро этого комитета это представители СМИ, которые сыграли свою не очень боговедную роль в 96-м году, когда была просто попытка манипулировать избирателем по принципу выбора меньшего зла, и раскаяния в этом, в общем-то, не было. И еще меня очень смущает то, что руководит комитетом человек, ну, большой приверженец истории по Анатолию Фоменко. А сегодня же делается тоже современная история. И вот меня интересует ваша точка зрения, насколько этот комитет может отражать реальные, либеральные устремления современного гражданского общества. Или у нас этим совершенно беспроглядно все, никаких надежд. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Я еще раз повторяю, сегодня уже был вопрос по комитету 208. Я, так сказать, больших надежд не возлагаю. Я, кстати, не помню, кто там в главе комитета, почему это связывает с Фоменко, это как-то мне вообще очень странно, но могу вам сказать, что будут идти иногда судорожные на их различные попытки найти выход из того положения, которое сложилось после 7 декабря. я повторяю, что они имеют право на существование эти попытки, но тем не менее, и мое мнение, что нужно остановиться, оглянуться и подумать, взвесить все. Теперь относительно гражданского общества, у нас его нет, не было естественно, нет. Я бы сказал, что возникшие когда-то предпосылки, даже в том же 96-м году, когда вы говорите манипулировали, вот уж когда манипулировали в 2000-м, а теперь в 2004-м, степень манипуляций и результат, как вы видите, совсем иной, даже чем в 96-м. Так вот, как не было, так и нет, и все меньше и меньше надежд, хотя я считал, что на его создание нужны многие годы, даже десятилетия, но надежд становится пока меньше, вектор не в том направлении направлен. Мы очень часто переживаем о том, что та свобода слова или та свобода печати, которая была на первом этапе перестройки, все больше и больше уходит, и влияние государства и повод доцензурирования сюжетов на телевидении делается все более заметным. Это несомненно так. Да. Здесь ничего не обсуждается. Но, с другой стороны, можно нужно взглянуть и на другую вещь, на то, что мы потеряли в результате свободы слова. Свобода слова принесла нам, так сказать, свободу торговли словом. Сегодня, так сказать, все чаще и чаще, так сказать, все, что печатается в газетах, за спиной оплачивается определенными силами. И много других моментов, так сказать, потери авторского участия в газете. Большинство газет сегодня не отвечают просто на письма читателей. Что ты думаешь об этом? Да то же, что и раньше. Значит, в той, простите, концепции безопасности, к которой я был причастен, вторым элементом, не менее существенным, было то, что для создания нормальной государственно-политической системы, после советской, существует два важных элемента. Первый это политическая свобода и охрана прав граждан. И второе либеральная экономика. Ну, как у нас проводилась либеральная экономика в 92-м году в чрезвычайных форс-мажорных обстоятельствах, когда власть, имеем в виду экономическая и власть Гайдара делала, так сказать, вынужденные шаги, мы знаем. Но, вот, не было обеспечено защитой прав граждан. Понимаешь? И в результате мы получили ту рыночную экономику, которую имеем, и ту политическую систему, которую имеем. Потому что вторая и более важная компонента из этих двух, свободная экономика и политическая свобода и права, не была обеспечена и всё менее и менее обеспечивается сегодня. Наша жизнь, в общем-то, прошла напомнился многими разочарованиями. Мы отказываемся от Ленина, от Сталина, отказываемся от целых других авторитетов. И, в общем, это сказочное восприятие. Мы надеялись очень на социализм с демократическим лицом. Из этого ничего не вышло. Ждать, что будет капитализм с демократическим лицом смешно, а не серьёзно. Что ты ждёшь, как будущее развитие России? Мы с тобой давно живём, поэтому, так сказать, всё это вспоминается. Я жду, что не всё, правда, не на моём веку, естественно, будет так плохо. И мне очень страшно немножко за своих детей и внуков. И всё-таки, я думаю, что, может быть, хотя бы внукам удастся пожить в более нормальной ситуации. Ну что ж... Нормальной ситуации. Ну что ж, наша программа подходит к концу и в заключение я хочу привести ещё одно сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр Северов из Москвы пишет следующее. Беда России в том, что такие личности, как Юрий Рыжов, никогда не смогут стать президентами страны. Ну и слава Богу, потому что какой из меня президент? У меня другая профессия, аэродинамика. Ну что ж, это была программа «Поговорим с друзьями о России». Сегодня в гостях у Егора Яковлева был академик Юрий Рыжов. Большое ему спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Надежда Перцева, продюсер Наталья Гуреева, помогала вести программу Егору Яковлеву Вероника Баде. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Поговорим с друзьями о России». Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова